На избирательном участке в Карлинском многолюдно с самого утра. Одними из первых голосовать в Дом культуры пришли активные семьи села. Мы все-таки пытаемся донести до деток, что голос каждого подрастающего поколения это очень большое дело и важное для того, чтобы все-таки наша страна была стабильной. Мы сегодня выбираем наше будущее и приобщаем молодое поколение. Вот девушка уже в этом году и исполняется 18 лет. Здесь дети хоть и маленькие, но они уже с раннего возраста приобщаются к тому, что это важно. Кстати, и Леснова, и Даутова-Ракова участники федерального проекта всей семьей. На избирательном участке в Карлинском с ними встретился губернатор Алексей Русских. Также он проголосовал и призвал ульяновцев не оставаться в стороне. Чтобы обязательно все пришли, сделали свой выбор, проголосовали за будущее нашего государства ради наших детей и ради наших внуков. Поэтому всех призываю перейти в три дня. Сегодня, завтра, послезавтра можно выбрать удобное время, прийти и отдать свой голос. В первый день на выборы главы государства пришли и представители городской администрации, в том числе и мэр Александр Балдакин. Все избирательные участки, а у нас в 262 городе Ульяновске, открылись без нарушения по времени ровно 8 часов. Сегодня вот я сейчас пришел на свой избирательный участок и тоже проголосовал за достойным кандидатом. Избирательные участки будут работать до 17 марта с 8 утра до 8 вечера. Здесь же ульяновцы могут проголосовать за понравившийся дизайн проекта объектов инфраструктуры, которые будут воплощать в жизнь в 2025 году. Благоустройство парков и скверов пройдет по нас проекту «Жилье и городская среда». На все вопросы помогут ответить волонтеры.